не было идеи вот я сейчас такую банальную историю заряжаю мемуарной истории вот не приходило в голову писать не для того чтобы от себя с ума сходить а может быть оставить просто на бумаге вещи которые знаете только вы у нас в основном не та масса людей не неправильно все воспринимают если начать писать часа наших даже власть имущих я с удовольствием смотрю этот паблик тв или как он называется как эти час которые рвутся да как не между собой все такое смешное знаю понимаю на самом деле кто они такие и что за ними стоит и как они всего добили что у них если не даже добьются кто-то премьер-министр кто-то президент но нет а для себя не для народа может то что происходит это глядя вот на вот этот среду людей которые вы назвали да вот такая мысль закладывается если разобраться в профессиональной принадлежности отдельно взятого индивидуума и сказать вот возьми в рамках своей профессии исполни от и до некую операцию как вы думаете многие из них в своей профессии что-то добивались думаю нет какие-то взаимоотношения какие-то были моменты когда они все под себя подмяли они это все держат и с этим бороться у нас государство небольшой город небольшой меня самый страшный человек который еще слушаю это конечно исполняющий обязанности президента для меня это не то что смешно страшный человек потому что он заряжает неправильным всем молодежь у них возникают дурные мысли когда почему-то главные враги это советский союз хотя не понимаю почему хотя и еврея при советском союзе меня не брали в оркестр радио телевидения при совете министров из национальности меня не брали в ресторан интурист из моей национальности на это был союз который как бы этот город и поднял это был союз который построил все фабрики и заводы где работали все молдаване и немолдаване и все кто попали и когда сейчас говорят все ходят какие-то больные старые молдаване что нас там 20 тысяч человек при советском союзе выслали в сибирь а хочется его спросить который насватает к румынии а чё ж при антонецку сколько евреев сотен тысяч загнали в концлагеря и в газовые камеры про это почему-то не говорят а вы информированы так называемый экспорт индустрии нашей республики мне предлагали чтобы этим не один раз мне предлагали я сказал нет если вы мне дадите какого-нибудь полковника из полиции нравов который будет со мной вместе работать тогда можно попробовать если правильно им заняться нормальный бизнес экскорт раньше это была система интурист прижала масса иностранцев где были переводчики переводчицы до которые возили их по каким-то музеям по лицам по ресторанам сопровождали эту гиды и да теперь это экспорт называется то есть во всем мире как я считаю что в этом же кишневе если были нормальные люди не придумывая свою в нравственность какой открыли в какой-нибудь квартал с публичными домами это был более бы честно нормально вот так вот а потому что вы а вы за то чтобы называть все своими именами а если есть у нас маленькие частные гостиницы где-то по-любому все происходит есть маленькие частные дома из-за гора которые крышуются да все это нормальный попробуй подойди не подойдешь не зависит он забор очень высокий кто с кем зачем почему все это по-любому есть вопрос зачем это скрывать и деньги уводить в нелегальной сферы если можно легализовать и опыт соседних стран европейских показывает да более простые ребята не могут поехать там к любому клубу вытащить девочку завести к себе в машину отдохнуть с ней минут 15-20 дать ей там пару денег и она счастлива зайдет и будет пить свой коньяк выиграть им в клубы для этого и ходят большинстве случаев конечно это индустрия клубная девушки бесплатно мужчины за деньги это так называемый тот же самый фейс-контрол значит товаром клуба является не контент развлекательный а наличие свежего молодого мяса да вот вы это сказали страшное слово кто-то на трезвую голову кто-то для этого ему нужно выпить для смелости и для того чтобы потом оправдать свои действия не задумываясь о том что эту девочку дома ждет мать отец и наверняка она может даже обманула своих родителей что она находится у подружки а находится в клубе потому что очень хочет повзрослеть это часто бывает да я знаю вот эта морально-этическая история клуб как бы поднимает руки говорит мы мы никого никуда не заставляем хотя понимает что благодаря наличию этих девушек консумационные услуги через бар правильно выражаюсь то есть они поднимаются и все понимают эти правила игры это же война в принципе кто кого вы находитесь на стороне баррикады воспитательного процесса юных леди с целью такой пропаганды правильного ориентирования в этой жесткой жизни к разговору о том что никто никого вроде ничего не заставляет но ориентировать а дома сидеть тоже неправильно дело в том что не знает чем себя занять они стали очень примитивны знаете у меня как-то девушки спрашивали которые в основном все молдаванки говорят на румынском языке и говорят а где у нас финал будет леди университете я говорю в театре менеску а где это игра вы же считаете румынками а где же культура гря почему не пойти разумеется театр сатирику и менеску я не иску матеевич вы же ничего этого не знаете вы не читали бы не пытаясь даже узнать вы не слушаете румынскую музыку хоть в одном ночном клубе играется только на английском языке эти девочки которые приезжают из районов живут здесь в общежитиях и наконец-то дорываются до этой жизни начали пытается в это все понятие поэтому их очень меняя содержит их очень быстро разводят наши мальчики все нормально у меня парни тоже занимается потом я вдруг покупаю один журнал я не знал что это журнал геев и лесбияных окажется он представлял молдову на чемпионате европы для геев и он там какое-то место занял красивый очень мальчик сейчас он ехал в голландии естественно там наверно там хорошо все да у меня на каждый год у меня сейчас феврале опять придут у меня если 90 девочек но приходит 6 7 парней ну один там два ориентация совсем другая я к этому не отношусь никак отрицательно положительно это его личная жизнь это взрослые парни как правило может быть в этом что то есть я не знаю не пробовал вениамин короткий ответ если возможно можно ли добиться успехов без таланта через постель в порноиндустрии без таланта эрудиции должен быть талант иначе сексуальный как не таки вот конкретно профессиональный талант знаете как стереотип через постель шоу-бизнес да а вот порноиндустрии через постель конечно можно у нас же много порно звезд которых мы смотрим на порно сайтах есть и фильмы какие-то и смотришь и мужья стоят жена там занимает снимается порно там с тремя с четырьмя мужчинами он и готовит кофе в это время рядом за камеры вот который на она за столом очень талантливый а если ты не талантливый не тогда тебе не буду тогда не добежь я я скажу честно я вот сейчас достал бы у монитора посмотрел бы эту программу я могу прогнозировать очень противоречивые отзывы как от мужского так и от женского населения нормально так должно да вы спровоцировали в очередной раз учитывая что у нас праздничное настроение опять же за окном у нас есть традиционная минута монолога без меня вы можете как в своей манере переключиться на более позитивную но в кадр надо сказать то чего наверное вы в системе диалога не произнесли с наступлением нового года работая с подрастающими девушками уже много лет хотелось бы пожелать всем девушкам чтобы удовольствие от них получали их родители быть очень грамотными быть эрудированными не быть примитивными чтобы только смотреть в интернете одноклассники пару фильмов и ходить раз в неделю в какой-то ночной клуб читать много литературы стараться что-то выучить для самих себя очень много мужа то что учатся от школах в институтах там много лишнего там просто педагоги берут много денег они не виноваты и мало платит государство поэтому девушкам я советую очень много узнать и постараться уехать из этого государства жить где-то в европе потому что пока молдова станет в европе но я точно не доживу они уже будут тоже очень пожилыми поэтому девчонки очень не верьте святую любовь к сожалению наше время и парни и вы все равняйте друг друга по какая машина у кого какой телефон какая обувь это все примитивно надо быть внутренними готовыми к общению с людьми чтобы когда вы станете взрослыми родили и вырастили тоже хороших детей это очень сложно в наше время поэтому будет самокритичны будете разумными улыбайтесь старайтесь чтобы вас не разводили а я вас всегда люблю девушки сколько мне еще осталось жить я уверен что ко мне всегда будут приходить девочки от 11 если по 26 лет и все одинаково что я хочу чтобы хотя бы внешне вы были очень смотрибельным а то что я успеваю кому-то из вас сказать надеюсь что многим из вас это повезет до встречи 2011 году и не верьте 2012 все будет хорошо а